Палатки, одеяла и продукты для пострадавших от стихии. Во Вьетнаме начали раздавать белорусский гуманитарный груз. Помощь доставили в воскресенье. Провинция Кхань-Хуа, куда ее направили, одна из наиболее пострадавших. Здесь погибли 45 человек. Материальный ущерб оценили в 700 миллионов долларов. Тысячи семей до сих пор испытывают трудности с жильем и питанием. Перечень самого необходимого был составлен по запросу Вьетнама. Общий вес груза 40 тонн, стоимость более 330 тысяч рублей. В ноябре Вьетнам пережил самый разрушительный за последние 20 лет тайфун Дамри. В Беларуси талантливая молодежь получит денежное поощрение. Средства будут выделены из спецфонда президентом. Соответствующее распоряжение подписал глава государства. На эти цели направят 285 тысяч рублей. Премии и стипендии получат студенты культурных вузов и творческие коллективы. Материальную помощь окажут талантливые молодежи. Кроме того, выделено 8 грантов, в том числе на реализацию творческих проектов. Белорусская греко-католическая церковь в Лондоне претендует на титул «Здание года». Деревянное сакральное строение среди почти 4000 номинантов со всего мира. Конкурс проводит авторитетный архитектурный интернет-ресурс. Голосование начнется 1 февраля и продлится неделю. Церковь Святого Кирилла Туровского и всех святых покровителей белорусского народа построена год назад как мемориал жертвам чернобыльской катастрофы. К слову, здание победило в конкурсе «Новая архитектура» и попало в топ-50 лучших зданий Лондона.